Здравствуйте, дорогая Нина Васильевна. Что же я буду? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что такая погода? Вы меня тоже простите. Прощенное воскресенье же было недавно. А недавно у легендарной женщины-комбайнера Нины Переверзевой был двойной праздник. 8 марта ей исполнилось 90. Нина Васильевна, я за ваши труды, заслуги перед Ростовской областью, перед нашей страной хотел вам вручить орден за заслуги перед Ростовской областью. И позвольте, я вам его прикреплю. Хорошо жить, когда есть хорошие руководители, когда тебя ценят и понимают, поблагодарила Нина Васильевна. Я вас еще мальчишкой знал, когда совсем мальчишкой был в 70-х годах, когда ваша фамилия звенела по всей стране. Нина Переверзева – герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, лауреат государственной премии Советского Союза. В 2012-м ей было присвоено звание «Почетный гражданин Ростовской области». Она всегда была человеком с активной жизненной позицией. По ее инициативе в селе за асфальтированной дороги проведен газ. Теперь мечта дожить до 100 лет и посмотреть, что будет дальше. Василий Голубев побывал и на ее персональной выставке в Доме культуры. Здесь вот вся ее жизнь. Вот посмотрите, на всех фотографиях она, вот в платке и улыбка. Побывал губернатор и в другом ДК района, самом большом, в селе Жуковское. С 2013 года он закрыт. Капремонт был сделан плохо. На подрядчика подали в суд, он уже в черном списке и больше не получит госзаказ. Чтобы поправить его работу, нужно больше 13 миллионов рублей. «Проблема большая. Течь кровли практически по периметру всего здания. У нас не хватает 5 тонн металла. У нас плитоперекрытия не были заменены. И они, в принципе, в связи с течью, они постоянно намокают в течение уже 7 лет». Несмотря на проблемы с помещением, сотрудники ДК без работы не сидят и проводят лучшие в районе уличные мероприятия. Да и секции с кружками решили не закрывать. «В летнее время мы на площади Ленина. На улице они репетируют там. А в зимнее время они репетируют в школе. Детям это неудобно. Хотелось бы, чтобы у нас все-таки работал наш Дом культуры». Раньше в ДК проходили концерты и выпускные вечера. После ремонта можно было бы открыть еще и спортзал. И заниматься будут не только дети, но и взрослые, уверены жители села. «Я не случайно заехал. Мы надеемся. Ждем. Будем делать. Поэтому сразу до 1 мая мне доложат. Мне министр, глава. Самый большой. 1700 квадратных метров. Губернатор поручил Минкульту найти возможность вопрос с капремонтом решить». Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Песченокопский район.